Всем привет, на связи ТОП Репетитор И сегодня я пишу ролик, который очень давно хотел заснять То есть я делаю регулярный контент, помогаю тебе задать ЕГЭ на проходной бал, ору А сегодня я хочу заснять то, что у меня, вот знаешь, болит, свербит Во мне вообще полыхает, как вулкан И поэтому я сразу жду твоей реакции И сразу ожидаю у тебя лайк за такие откровения ТОП Репетитора Тема, о которой я хочу сегодня поговорить, это Удача Фактор удачи на ЕГЭ Насколько сильно он влияет на итоговые баллы Ну и давай сразу, чат, если ты хочешь, чтобы тебе повезло на ЕГЭ И выпал хороший добротный вариант со всеми заданиями, которые ты проходил То жду от тебя лайк, а то тебе выпадет жопа Завалишь и поступишь на факультет веб-каб Итак, удача На самом деле, вообще, знаешь, краткий дисклеймер Когда я работал преподавателем в частной школе Где обучались дети не всегда из простых семей А до этого я работал в государственной школе То мне всегда было интересно спрашивать у учащихся Как вы думаете, насколько фактор удачи силен в вашей жизни? Насколько она влияет? И любопытно, что дети из, скажем так, средних сословий Говорили о том, что удача очень сильно влияет в жизни Повезло с контактами, повезло со знакомством Повезло, не знаю, там найти нужную вакансию И все, у тебя билет в счастливую жизнь А вот у ребят из частной школы, где родители были посильнее, побогаче Фактор удачи минимизировался Что, мол, все решает твой личный труд Все решает твоя работоспособность Все решает то, насколько ты рвешь когти, ну или жопу В зависимости от твоего понимания Для достижения успеха Это интересный тезис О нем можешь подумать на досуге, лежа в ванной Но мы перейдем к материальному Удача Давайте я здесь просто тебе скажу базовые тезисы Чтобы ты все понял Первый тезис Влияет ли удача на ЕГЭ? Сто процентов да Хоть ты тресни Хоть ты готовься сразу у пяти репетиторов Хоть ты лично занимайся с Артасовым Репетиторством, понятное дело Хотя я не знаю, знает ли он историю ЕГЭ или нет Фактор удачи влияет Как он влияет? Говорю тебе прямым текстом 85% заданий на ЕГЭ Это база Это то, что есть в открытом банке ФИПИ 30 вариантов Артасова Или в сохраненных авторских сборниках Репетиторов Из заданий 22-го года Заданий до срока И так далее И так далее Это 85% вопросов То есть в принципе сразу говорю Что если ты реально готовился Честно и усердно весь год То свои 80 плюс баллов Ты реально наберешь Все будет знакомо Все будет понятно Может быть немножко другие формулировки Но окей А вот дальше в дело включаются 15% И вот здесь сразу говорю Мой юный зритель Как повезет С одной стороны Весь вариант Может быть вылизанный У меня до сих пор сохранены отзывы учеников Которые пишут ТОП Просто вариант Космос Вторая часть крещения Руси Всемирка Какая-нибудь там Не знаю Нашествие гуннов И татары-монгол Простейшая параллель Вообще прям ТОСИ-БОСИ Все топ Ну и на выходе там 96 условно говоря баллов А иногда У меня до сих пор Помню этот случай Мне пишут ученики Говорят Я рыдаю Прямо пишут В телеге Я плачу прям сейчас Потому что мне выпало задание От которого Я в шоке И из нашего класса Не решил никто Это было задание Как раз С театралами Какой-то С режиссерами театров Да я сам бы не решил этот вопрос Ты можешь посмотреть Мой стримчик Который у меня был Позавчера Где я прямо тебе говорил Есть категория вопросов в культуре К которой люди Ну не всегда готовы И если это выпадет Не факт Что решу даже я И поэтому здесь От тебя нужно понять Что фактор удачи Он влияет Это работает на всех предметах Каждый год Репетиторы пишут Аналитику По итогам ЕГЭ И каждый год Репетиторы бомбят Нифига себе вопрос Нифига себе Дискуссионный тезис До сих пор помню Когда в прошлом году Один из репетиторов Онлайн школы Бомбил по поводу Греческого огня Там был тезис А есть нефть В греческом огне Или нет И там нужно было написать Да или нет А самый прикол в том Что среди ученых Историков до сих пор Нет четкой позиции Есть там нефть или нет Это и есть яркий пример Ну все Не повезло Понимаешь Не повезло Тебе выпал Некорректно составленный вопрос В тестовой части Которая не апеллируется Между прочим И все И ты хер знаешь Какой исправильный ответ Потому что Никто не знает Была нефть В греческом огне Или нет А там просят А там просят Сказать Да или нет Вот На этом все Яркий пример Не повезло Поэтому фактор удачи есть Но Тезис номер два Только идиоты Дают фактору удачи Больше 10 баллов То есть давай мы сейчас Будем с тобой честны 100 баллов на ЕГЭ И я отвожу на удачу 10 баллов То есть это В истории Это 3 балла первичных В обществознании Да Это 4 первичных балла То есть Какой-нибудь план Тебе эксперт Шизоид обнулит Хотя у тебя план был идеальный История топ-репетитора До срока между прочим Я получил за план 0 баллов Хотя все Кому я скидывал Из экспертов Из преподов Кого я уважаю Никто мне не поставил 0 баллов Были те Кто поставили 1 балл Но 0 не поставил никто Think about it Так вот В чем здесь прикол Понятное дело Что удача имеет место Быть Но почему нужно готовиться Чтобы фактор удачи Минимизировать Понимаешь Удача Не должна быть Тем фактором На который ты на ЕГЭ Надеешься Или не надеешься Что повезет И я пройду порог Повезет И будет 50 плюс Это логика Абсолютно неверная И поэтому тебе Прямо говорю Ты должен Эту удачу Минимизировать И вся задача Сильного ученика Вообще цель Жизни Сильного ученика В 11 классе Это минимизация Фактора удачи Больше пройти Больше прорешать Больше закрепить Чтобы на ЕГЭ Вероятность того Что выпадет жопа Был минимальным Тут я раскрываю вам Величайшую тайну Чем отличается Сильный ученик От среднего Сильный ученик По истории По обществознания Всегда изучает Дополнительный материал Всегда Потому что Самые Неудачливые Вопросы на ЕГЭ Они касаются Допматериала Я проводил Про это параллели Тысячу раз Стахановское движение Было неэффективным Ни одна Онлайн школа Я тебе говорю прямо Не разбирает Этот вопрос Прямо сейчас Про ложность Стахановского движения Именно в аргументах Формата ЕГЭ Если сильный ученик Смотрел документалки Которые я советую На своем годовом Полугодовом курсе Где разбирается Ложность Стахановского движения Его коррупционная Составляющая То это на ЕГЭ Можно решить На максимальный балл Но изучая Просто только контент К этому Никто не будет готов И это не вина репетиторов Понимаешь В годовой программе По истории Впихнуть Невпихуемое Нереально Как и примерно В годовой программе По обществознанию Поэтому второй тезис Минимизируй У Да Чу Третий тезис Ты должен быть Эмоционально готов К тому Что тебе не повезет Тут сразу говорю Что подготовка к ЕГЭ Очень важная история Я еще запишу Отдельный ролик Про Что нужно делать За день до экзамена Эмоциональная подготовка Физическая подготовка Без шуток Поэтому подпишись на мой канал Чтобы этот ролик не пропустить И там я расскажу о том Что Очень важно Настроить свое Эмоциональное состояние И внутренне Приготовиться к тому Что во всем Идеальном варианте Который ты разбирал С топ-репетитором Или с другим Преподавателем Два задания Вы просто Не проходили И ты вообще Не понимаешь Что с ними делать Вообще Понимаешь Это истерика Это истерика Которая может С тобой случиться Это паническая атака Она может тебе Заруинить Весь вариант Невнимательность Слезы Такое бывало По вере у моих учеников И не один раз Но нужно эмоционально готовиться Так Вопрос незнакомый Но Могу ли я как-то Выкрутиться Исходя из формулировки Вопроса Такой лайфхак есть Могу ли я написать Какие-то Околовопросные Тезисы Авось Проконает Таким тоже Нужно воспользоваться Может быть Внимание Во всем остальном Варианте Есть подсказки По этому вопросу Такое тоже Происходит на экзамене Поверьте мне И были примеры Даже когда Репетиторы Разбирали такие варианты Невероятные На ЕГЭ Вопрос номер 2 Там например Дата и события А в вопросе Там номер 20 Спрашивается Дата Этого же события Где уже написан ответ Такое бывало Такое тоже Может произойти И тебе это может помочь В финале Удача К сожалению Это фактор в жизни И она имеет место быть Вот у меня У родственника Знаешь как было Поставил машину На парковке Просто Поставил машину На паркинге Пошел спать Утром просыпается Тачка разбита Потому что Какой-то алкаш Сел за руль И прям Влепился в тачку Хотя она стояла В идеально Правильном Припаркованном месте Не повезло Фактор удачи Сработал в минус Удача имеет место В жизни Но на ЕГЭ Твоя задача Эту удачу Минимизировать Очень хочу Чтобы тебе повезло Я всегда говорю Про это Что мечтаю О том Чтобы всем И годовикам И полугодовикам Выпали идеальные Варианты Знаешь Еще одна история Однажды у меня Была ученица Которая Все смеялась По поводу удачи Но в конце концов Перед ЕГЭ Решила пойти в церковь И поставить свечку За хороший вариант ЕГЭ по истории Дело это с долей скепсиса Так Забавы ради Поставила свечку Пришла на ЕГЭ А ей выпала Простейшая вторая часть Где и текст был Про Владимира Святого И задание второй части Три причины крещения Руси Шах и мат Атеисты Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин